Одним долгостроем в Люберецком городском округе стало меньше. 96 дольщиков жилого комплекса Заречья в Малаховке получили ключи от квартир. Строительство растянулось на 10 лет, поэтому событие, конечно, долгожданное. Тему продолжит наш корреспондент. Вот и наступил, наконец-то, долгожданный для всех, для нас день. Наша эпопея, наконец-то, закончилась. И она закончилась для нас, для дольщиков ЖК Заречья, благополучно. Любовь Ургалкина – дольщик. Все годы женщина принимала самое активное участие в решении вопроса достройки жилого комплекса. Сейчас делится радостью, планами на ремонт и хвалит строителей за качественную работу. Я купила квартиру в 2013 году в марте. Вот в марте было бы 10 лет. История комплекса неоригинальна. Застройщик активно зашел на площадку, начал строительство, но вскоре объявил себя банкротом. К решению проблем дольщиков подключилась администрация округа, которую тогда возглавлял Владимир Ружицкий. Было хождение по мукам, я сочувствую. Я извиняюсь одновременно, потому что было непросто. Мы сегодня говорили застройщик АНТ. Ну, такие парни зашли, своих сил не рассчитали. И по дороге приказали долго жить. Уголовные дела сопровождают. Комплекс состоит из трех зданий, построенных по монолитной технологии. В домах около ста помещений. Студии, квартиры. Есть и двухуровневые. Компания, которая взялась за достройку, столкнулась с рядом проблем. Участок очень большой и три дома в отдалении друг от друга находятся. Один из корпусов пришлось после предыдущего застройщика полностью сносить. И строить его заново по тому проекту, который был сделан. На церемонии вручения ключей гости праздника пожелали теперь уже полноправным жителям городского округа Люберцы, чтобы в их квартирах было тепло, уютно и радостно. Уважаемые теперь жители, собственники этих домов. Конечно же, история, в течение которой развивались события, она уже позади. Это очень приятно, что сегодня вы уже заселяетесь и обживаете эти квартиры. Новый год точно отметите уже в своей родной квартире. Все работы внутри домов завершены. Отопление, электроэнергия поданы. Кто-то уже живет, а кто-то только планирует ремонт. Строители переходят к обустройству территории. Необходимо организовать внутри дворовое освещение и установить малые архитектурные формы. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.